Так идет вышивка здесь и здесь, на рукавах и вот здесь. Это концертное платье в пол мама Людмилы Бачковской шила себе сама. У женщины была непростая жизнь. Она родилась в 1918 году. Родители погибли, а ребенка отдали в детский дом. В 30-е годы, на которые пришлась молодая женщина, готовые наряды и косметику достать было очень трудно. Мама Людмилы Бачковской, Агриппина Кузьминишна, отстаивала огромные очереди за тканями и все наряды шила себе сама. Фасоны я сама придумывала и шила. Потом уже появились журналы, а так где-то у кого-то были, но это была сложность их приобрести. Сама Людмила сегодня с воодушевлением вспоминает 60-е годы, время своей молодости, как старалась соответствовать быстро меняющейся моде на прически и на одежду. Ей платье шила мама, иногда прибегали к услугам ателье. Через знакомых доставали ткани и украшения. Я помню, на Новый год мне родители достали какую-то необыкновенно красивую голубую материю и в обивные были цветы розы. И шили мне в ателье. И в общем, я была очень хороша. Недавно в интернете блогеры обвинили советских женщин в том, что они неухоженные и отвратительно выглядели в то время. Газета «Владивосток» решила оспорить это высказывание и объявила акцию «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы». Сотрудники редакции попросили своих читателей присылать фотографии своих бабушек и прабабушек и рассказывать их истории. Все-таки показать, может быть, тем молодым людям, кто действительно не знает, какими были люди тогда, в советское время, показать, как одевались, каких прически были. И читатели откликнулись. В каждом номере газеты стали публиковать истории различных советских женщин. Особенно тронула редакцию письмо маленькой девочки. Четвероклассница писала о том, что бабушка часто рассказывает ей про свою молодость. И глядя на фотографии своих предков, внучка всегда восхищается тем, как они выглядели. «Моя прабабушка четко представляла, что ей нужно. И до мелочей продумывала все детали своего будущего наряда. Я не перестаю удивляться ее утонченному вкусу», – написала юная читательница. Автором письма оказалась внучка Людмилы Бочковской, четвероклассница Элина Евсеева. Я не согласна с этими высказываниями. Потому что люди не должны судить, потому что сами не жили в таких годах. Это неправильно так делать. И поэтому я решила написать письмо в эту газету. В советское время женщинам приходилось прибегать к различным ухищрениям, чтобы выглядеть красивыми. Так, например, брови и стрелки рисовали черным карандашом для рисования. В качестве теней использовали серебрянку, а с помощью пива завивали волосы. И пусть в период советской власти многим было жить трудно, но наши бабушки справлялись и умудрялись при этом оставаться самыми красивыми женщинами мира. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.